Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно объемный по тексту, но довольно сжатый по своему содержанию. Прик в том, что после определенного количества времени вместе автор вопроса Вера стала замечать, что муж ее начал посещать различные интимные сайты, чаты и набрать соответствующее интимное видео, порно-видео. Вера говорит о том, что для нее это было щеком, хотя признает, что муж делал так до встречи с ней, но потом он, правда, много довольно работал и как бы времени у него по словам Веры, да, не было на это. Она это восприняла болезненно, этот факт. Вот. Спрашивает ли, нормально ли это. Вот. И говорит о том, что все время теперь об этом думает. Собственно, вопрос о том, нормально ли это или нет, мы, наверное, оставим с вами за скобками. За скобками. Потому что, на мой взгляд, это вопрос некорректный. Почему? Потому что, как правило, я постараюсь, как правило, если для людей что-то ненормально, то они этого не делают. Вот. И само, вот, само слово «нормально», оно здесь какое-то, знаете, категоричное, что ли, слишком. Потому что сейчас, на данном этапе, для человека, может быть, это нормально, а потом, для него, может быть, это перестанет быть нормально. То есть, тут, в общем, как вы понимаете, многое зависит, на мой взгляд, именно от самого человека. я бы так сказал то есть я бы не стал говорить о том что вот есть какая-то норма и вот мы сейчас под эту норму будем стараться подвязать например вашего мужа на мой взгляд это позиция которая ведет прямо к тому чтобы ваши отношения как бы завершить а я надеюсь что делать вы этого не хотите дальше вы сами в принципе говорить о том что у вас самооценка занижена это означает что ключевая проблема в этом сезонительная самооценка у вас и любые обстоятельства которые так или иначе запрягивают вашу ценность вашу значимость вашу уверенность в себе если угодно вы будете воспринимать как что-то болезненное и в этом смысле на мой скромный взгляд смотреть нужно все же в корень ситуации а корень заключается в том что вы не уверены в себе то есть вы себя оцениваете вы как бы боретесь все время условно говоря за ну вот скажем так право на жизнь и как бы старайтесь ну контролировать удерживать и человека и себя в определенном состоянии вы очень много говорите о том что вот почему мужчина смотрит именно это можно было бы посмотреть обучающее видео для чего он смотрит я не понимаю вот говорите вы это родительская позиция ну вообще говоря та самая родительская позиция которой упомянул мой коллега кудрышев Игорь Леонидович вы ведете себя как родитель когда думаете что знаете как лучше вообще говоря жить вашему например мужу когда вы думаете что знаете как лучше ему себя вести ну вообще-то говоря ну вообще-то говоря человек сам распоряжается в своей жизни и вообще-то говоря человек сам решается как ему действовать не является изменой то что человек делает особенно особенно в ситуации когда он прямо говорит что заходит туда скорее по привычке как робот для него это не значит то что значит да у вас в отношениях есть определенный кризис то что происходит это вследствие этого кризиса и ну вы не слишком-то умеете вести себя в кризисе вы не слишком-то умеете ну вот ну проявлять так скажем свою позицию в кризисе не умеете вы обращаться со своими чувствами по причине что привыкли их с зажимом привыкли их подавлять привыкли требовать от себя заставлять себя и вероятно требовать и заставлять же для других людей ну в частности вот своего мужа да понимаете какая штука то есть конфликт такой дальше вы говорите о том что ваш муж всегда был такой вот достаточно холодный достаточно отстраненный и связано это вероятно с тем что ну что человека вы выбрали в какой-то степени себе подставь то есть в какой-то степени вы выбрали человека такого холодного и с такой вот скажем так привычкой не случайно вы выбрали такого человека зазнательно но почему-то думали что уж с вами он точно не будет повторять тех самых привычек которые он раньше имел почему-то вы так думаете почему-то вы так решили опять же это очень сильно похоже на знаете как на проецирование того что я хочу но не на реальную жизнь не на реального человека мне кажется что как вы не принимаете себя а заниженная самооценка это не принятие себя как вы не принимаете себя а так же вы не принимаете и своего мужа это вообще нормально когда я не могу принять себя если я не могу принять себя то вообще-то я не могу принять и другого человека тоже по другому не бывает и то что происходит с вами это закономер на самом деле тут не советы нужны тут нужна психотерапия ваша индивидуальная и семейная для того чтобы научиться коммуницировать адекватно с мужем поэтому если ваш муж и вы считаете что в ваших отношениях есть проблемы то я настоятельно рекомендовал бы вам обратиться вместе к психологу а вам после на индивидуальную терапию только так можно решить проблему что просто хочу увидеть что я просто хочу чтобы вы увидели что безусловно можно назвать ненормальным то что делает ваш муж безусловно безусловно можно назвать ненормальным то есть то есть иными словами вы со своей позиции можете назвать это это ненормальным это ваше право так сделать но вы не знаете нормально ли это или нет вы не узнаете нормально ли это или нет до тех пор пока вам будет от этого больно сейчас вам от этого больно не потому что это нормально или нет сейчас вам больно потому что это вас задевает Потому что это, как бы, вскрывает некий ваш внутренний конфликт, который у вас имеет место быть. Ну, всегда имеет место быть. И когда вас перестанет этот конфликт беспокоить, когда вы его разрешите, только тогда вы сможете увидеть, нормально ли или нет то, что происходит. Только после этого. Ни в коем случае не ранжут. Пожалуйста, попытайтесь это понять. Сейчас вы спрашиваете у нас, нормально ли или нет то, что муча, вот, делает. Почему? Почему вы спрашиваете об этом нас? Сейчас, ну, совершенно очевидно, что вы же сами определить не можете, вы же сами сейчас решить для себя это не можете. И я не удивлен, почему. Я думаю, что довольно подробно уже объяснил, с чем связано то, что вы не можете себе этого объяснить, что вы не можете сами для себя это решить. Пока нет. Потому что на вас довольно серьезно оказывает влияние конфликт, который вы, ну, вот, как бы, сами чувствуете, сами ощущаете. И в этом смысле, естественно, вам сложно это сделать. Таким образом, таким образом, проблематика выглядит вот так. Я надеюсь, что это было достаточно раскрыто и достаточно понятно для вас. Родительская позиция ваша проявляется в том, что вы считаете, что должен сделать ваш муж. Вы, как бы, знаете, как ему лучше жить. Проявляется это в том, в частности, что вот вы пишете. Значит, я не понимаю, как он так много времени на работе, дома делать, сделать достаточно, и как, может быть, нечего делать, но посмотри, в конце концов, что это обучающее. Вот это родительская позиция. Человек сам выбирает, что ему делать. Человек сам решает, на что ему потратить свою бренду. Здесь у меня к вам, пожалуй, только один вопрос. А как обстоят дела с вашей жизнью? В том смысле, если у вас ваша жизнь, или вся ваша жизнь посвящена в основном детям и семье. Это очень важный момент, потому что, если вы, условно говоря, вся растворяете в семье, то, естественно, вы будете на это реагировать вот так, как реагируете. Потому что человек, по сути, не обрадует вашим ожиданиям. Иными словами, сложно услышать другого, когда я не слышу себя. Сложно понять другого, когда я не понимаю себя. Вы, зная, что у вас имеет место быть некоторые проблемы, зная это, вы спрашиваете... Ну, во-первых, вы спрашиваете совет, да? Вот вы пишете, помогите понять нормальную ситуацию, нормальная ли эта ситуация, что делать дальше, и как внутри себя пережить это. Ну, работа с вашей самооценкой. В целом, с вашей жизнью. Что делать дальше, чтобы что? Вопрос. Чтобы муж перестал делать то, что он делает. Заведомо, безперспективная цель. Чтобы вы смогли к этому лучше относиться, цель получше. Но я пока не знаю, чего вы хотите. Я пока не знаю, на что вы, ну, на что вы ориентированы, к сожалению. Но мне это выяснить. Поэтому что делать, чтобы что? Дальше вы говорите о том, что сравниваете себя с ними. А задайте вопрос, а какой бы стать вам сравнивать себя с ними? Ну, просто, как вы приходите к тому, чтобы сравнивать себя с кем-либо. Потому что себя вы обесцениваете. И вот, представьте себе, что вы себя обесцениваете с одной стороны и сверхтребовательно к себе с другой стороны. Вот, в какой атмосфере живет ваша семья. Нет, я не говорю, что вас только дело. Я лишь говорю о том, что уже по моему мнению, довольно давно вы потеряли контакт с собой и с своим мужем. Это первопричина проблемы. А не все то, что вы описываете. И я уверен, что будь вы более любящей к себе, то есть любивы себя больше, ну, можно было бы воспринять то, что делает ваш муж как игру, а не как вселенскую трагедию. Но важно понимать, что еще до того, как вы узнали об этом, до того, как вам это стало известно, вы уже, скорее всего, как-то вот догадывались, допускали мысль, боялись, что какая-то я для своего мужа не привлекательна. Да, при этом удивительным образом не говоря о своих чувствах, при этом удивительным образом в основном требуя только чего-то от себя, от своего мужа, вот, и все. Ну, так обычно люди, вообще говоря, справляются со своей тревогой. Как правило, так. Ну, совершенно игнорируя, что так не работает. Ну, в общем и целом, людям это иногда даже и не интересно особо. Ну, просто есть, есть. Вот. Вы еще большая молодец, что об этом заговорили. Ну, вот, что я вам скажу относительно вашего главного вопроса. Нормально это я, я не понимаю. Как вы думаете, с чем связано то, что вы сами не можете выработать к этому отношению? Ну, вы же простой человек. И наверняка вы могли бы сами для себя определить, ну, нормально это или нет. Но почему-то, почему-то вы этого не делаете. вам нужно, чтобы мы сказали вам норма это или нет. Вот как вы думаете, почему так происходит? Как вы думаете, случайно ли это происходит или нет? Вот, вот, что мне интересно. Если вы поищите ответ на этот вопрос, вам станет понятно, если сейчас непонятно, вам станет понятно, откуда растут ноги, откуда проблема, и вы почувствуете, как вся эта ситуация с Мунем становится менее значимой. Вы увидите картинку целиком. А можете, конечно, продолжать фиксироваться на том, что он сделал. ничего страшного, вам больно, и вы имеете право на то, чтобы как-то к этому относиться. Я не думаю, что кто-то может лишать вас этого права, но, повторюсь, делать это нужно последовательно. Сейчас такой последовательности у вас нет. И это нормально, откуда ей в этом смысле взяться, откуда взяться этой последовательности? неоткуда. Этой последовательности взяться неоткуда. Ну, она не относится ниоткуда, если вы будете относиться к себе так, как вы к себе относитесь. А относитесь вы к себе, давайте честно, не очень хорошо. Вот поэтому я и говорю сейчас вам всё, что говорю. Надеюсь, вы меня услышали и поняли. как-то так. Что касается переживания. Да, то есть, как это всё пережить. Ответ здесь достаточно простой. Пережить всё это вы сможете с психологом. поможет вам это всё пережить и прожить. Только психолог самостоятельно это сделать, вообще-то говоря, очень сложно. я бы даже сказал, я бы даже сказал, что невозможно это сделать невозможно. сам, ну, вот, самостоятельно. Потому что вы находитесь, вот, ну, в какой-то степени, ну, во власти своих эмоций и во власти своих, э, своих чувств. Вот. И как бы вам сложно от этого уйти. Вот. Понимаете, да? Я думаю, я думаю, что, э, такой ответ вам можно. Э, ну, сейчас предоставим. Конечно, я вполне допускаю, допускаю, что предоставим, что я сказал, вам может быть не по душе. Вполне допускаю. Эп. Но, это не значит, что я не должен был вам этого говорить. на этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. на этом все. Спасибо за внимание на вашу инструкцию!